Аварийный комиссар И снова на перекрестке Фрунзе юбилейное ДТП. На этот раз ЧП обошлось без пострадавших. Не смогли разъехаться BMW и Volkswagen. Стоит отметить, что на этом перекрестке очень часто происходят аварии и не всегда здесь обходятся без травмированных. Многие автовладельцы забывают правила проезда перекрестков, что и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Со слов водителя Volkswagen, он двигался со стороны Ленинского проспекта. BMW во встречном направлении. Во время маневра поворота на улицу Фрунзе в него врезался внедорожник. Кто прав, а кто виноват, сейчас сказать сложно. В этом предстоит разобраться госинспекторам. Недели ранее на этом же участке дороги столкнулись автомобиль скорой помощи и Шкода. В результате ДТП травмы никто из участников происшествия не получил. Тогда у автовладельцев также возникла спорная ситуация. В селе Подстепки сгорела сторожка. Пожар начался глубокой ночью по адресу Подборнинская 1В. Очевидцами к месту было вызвано сразу несколько пожарно-спасательных расчетов. Но локализацию огня потребовалось около получаса. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Устанавливается. ДТП Пока неизвестно, кто стал виновником аварии на перекрестке Поляково-Коммунальная. Напомним, ДТП случилось 25 марта. Столкнулись три автомобиля. Мазда, Калина и Пикап. Момент ЧП зафиксировала камера видеорегистратора. Тогда водитель Калины двигался со стороны Коммунальной в сторону Южного шоссе. Пикап и иномарка в это время стояли на перекрестке и планировали поворачивать на улицу Поляково. В какой-то момент женщина на Мазде начала движение. Удар пришелся в переднюю пассажирскую сторону иномарки. После столкновения Мазду отбросила на пикап. На 2 апреля в ГИБДД назначен разбор этой аварии. Тогда и будет установлено, кто же все-таки виноват в ДТП. Не так давно в семье Ивановых случилась беда. Полностью выгорела их квартира. Когда начался пожар, в квартире находился мужчина. Чтобы его спасти, до прибытия спецслужб соседям пришлось выломать дверь. Они вызвали ему скорую. Тольяттинца госпитализировали в больницу. Отсюда в зала началось. Тут телевизор. Тут телевизор стоял. Здесь кресло. А, это еще. Как ее? Вот печатает. Ксерокопия стояла. Столик журнальный. Здесь кресло было. Здесь кресло. Стол стоял. В общем, вся цепочка. И вот сюда перекинулась на стенку. И туда одновременно. Вот потолок. Вот стены. Здесь тюльки. Тут караоке. Гитара. Он занимался немножко. Тут поясос. И тут же был вентилятор. В квартире выгорело абсолютно все. И не подлежит восстановлению. Все висит. Вон все. Светильники. Все здесь тоже. Вон закинули светильники. На кухню. На кухню. Я не знаю, какой степени пожар был. Вот. Мы пенсионеры. Сын только на пенсии. Инвалид с детства. Первый групп. После случившегося состояния пострадавшего мужчину ухудшила. Семья Ивановых просит горожан о помощи. Совершенно любой. Номер Анны Александровны, хозяйки сгоревшей квартиры, вы сейчас видите на своих экранах. Семья Ивановых просит горожан. Семья Ивановых просит горожан. Продолжение следует...